Юлиана, скажите, насколько надежно защищены личные данные белорусов? Ну, не очень хорошо они были защищены режимом Лукашенко. И ребятам, которые работают в IT-сфере, получилось их достать. У киберпартизан сейчас есть доступ, по сути говоря, ко всем данным всех белорусов, включая тех, у кого специальный доступ к этим данным. То есть люди, специальные агенты, работающие в КГБ и так далее. Эти данные были защищены плохо. Сейчас данные этих граждан и киберпартизаны сохранили, ну, все граждане Беларуси они сохранили на безопасных серверах. Поэтому сейчас, насколько это возможно, эти данные охраняются. И доступ к этим данным есть буквально у единицы в самой группе киберпартизан. То есть любые новые участники или даже некоторые старые участники, они не имеют доступа к этим данным. А насколько большая группа киберпартизан? Просто в целом интересно понимать, кто эти люди, у которых есть такой особый доступ к личным данным многих граждан Беларуси. Сейчас в группе с началом войны много людей добавилось, много людей сейчас хотят вступить в ряды киберпартизан. Последний раз, когда я спрашивала, это было около 60 человек. Опять же, не все эти люди участвуют в атаках, не все эти люди имеют вообще доступ к каким-то данным, к каким-то базам данным, даже не связанными с паспортными данными. До войны это было около 35 человек, которые были в составе киберпартизана. То есть вот те акции громкие и досье, так сказать, стукачей и так далее, то есть все то, о чем мы слышали до 2002 года, это все производилось руками 35 хактивистов, правильно? Да, хактивистов. На самом деле их было еще меньше. В то время, мне кажется, их было около 15. То есть группа разрослась после громких атак, после громких взломов. Сейчас, до войны, как я уже сказала, было 35, но, мне кажется, самое главное, атаки на самом деле делались еще более меньшим количеством людей. Но тут стоит заметить, что, например, атака на паспортную систему была осуществлена с помощью людей на земле, с помощью смелых героических партизан. Но сами киберпартизаны, да, в эту группу кибер, кибергруппу входило на тот момент около 15 человек. Просто хочется представить себе и нарисовать какой-то образ всех этих людей. Мне тоже. Я правильно понимаю, что вы ничего тоже особо о них не знаете, никогда не встречались? Или все-таки с кем-то удавалось встретиться? Нет, ни с кем не встречалась. Ну, как бы я вообще не знаю, кто там. То есть, конечно, всегда есть маленькая вероятность того, что там кто-то, кого я знаю, услышала или там через каких-то своих знакомых когда-либо видела. Но я не знаю. Я не знаю имена этих людей, я не знаю, где они находятся. Все происходит по очень безопасным каналам. Я имею в виду все общение мое с киберпартизанами и между друг другом. Киберпартизаны тоже общаются достаточно безопасно, не раскрывая свои настоящие имена и свои личности. Поэтому могу сказать, что это ребята с хорошим чувством юмора, это ребята с рациональным подходом, которые верят в демократию, которые делают все возможное для того, чтобы построить демократическую систему в Беларуси. Это очень свободолюбивые ребята и очень большие трудяги. То есть, когда они очень упрямые в этом плане, то есть силами даже 15-30 человек достичь таких огромных результатов, это много чего стоит. Люди очень сильно мотивированы, поэтому, наверное, такой успех и пришел. А где примерно территориально находятся эти люди? Они в Беларуси, они в США. Вот, например, с вами мы общаемся сейчас, и вы в США находитесь. Где находятся активисты из группы киберпартизан? Без понятия, где находятся киберпартизаны. Я очень надеюсь, что они не в Беларуси, но точное место расположения их я не знаю и не хочу знать, дабы не создавать какие-то небезопасные ситуации ни для меня, ни для них. И все же, как вы стали их официальным представителем? Напрашивается вопрос после того, как вы выяснили, что вы и не встречались с ними. Как же так стало, что вы представляете их в средствах массовой информации, прежде всего, западных СМИ? Да, хороший вопрос, конечно. Значит, я работала и работаю с Дмитрием Щекельским, известным оппозиционным политическим деятелем, с 2017 года. То есть это определенные проекты, связанные с построением какого-то гражданского общества, инициатив для того, чтобы режим поменять в Беларуси. И Дмитрий Щекельский стал политическим представителем всего движения «Супротив». Киберпартизаны – это часть движения «Супротив». В какой-то момент, после всех известных атак, наверное, самое известное – это в июле 2021 года, у киберпартизан появилось огромное внимание со стороны прессы, со стороны западных академиков, людей, интересующихся кибератаками, и вообще киберпространством, да, и как это может влиять на диктаторские страны, как это, возможно, может влиять и на демократические страны. То есть вот эта вся технология взаимодействия в киберпространстве. И именно поэтому нужен был человек, который бы представлял интересы киберпартизан, объяснял, что они делают, и объяснял, почему их работа так важна в Беларуси, когда огромное количество репрессий происходит, по сути, террор в самой стране. Дмитрий Щегельский обратился ко мне, предложил эту роль. Вот, но я вначале, как я сказала, отказалась, потому что мне было страшно, честно. Потом ничего не поменялось. Ситуация в Беларуси. Мои друзья-знакомые продолжали, продолжают некоторые из них сидеть в тюрьме. Репрессии увеличились. Я поняла, что если я не сделала все от меня зависящее, наверное, звучит немножко идеалистически, но тем не менее я себе это не прощу. И вот так вот, наверное, таким образом я стала вот и публичным спикером от лица киберпартизан. Внимание не уменьшилось. Очень много вопросов получаемых журналистов со всего мира. Естественно, из Беларуси, с Восточной Европы, с Западной Европы, но в том числе и с Азии. Очень много интересов. Из Японии и Южной Кореи. И даже кто-то у нас спрашивал и из Австралии, и из Африки тоже о том, что происходит в Беларуси, те, как киберпартизаны все еще работают на нанесение максимального ущерба режиму. Я так понимаю, что нанесение максимального ущерба режиму это, можно сказать, такая сформулированная основная цель деятельности активистов, или какая-то есть определенная цель, которая звучит иначе? В манифесте сопротива, частью которого, как я уже говорила, киберпартизаны являются, стоит три основной цели. Это сохранение суверенитета независимости в Беларуси, это смещение режима Лукашенко, то бишь нанесение ущерба, чтобы режим прекратил в этом лице свое существование. Но и третье – это переход к демократии, убеждение в том, что Лукашенко номер два не приходит к власти. Тактически, конечно, киберпартизаны в первую очередь фокусируются на нанесении ущерба, но не только. Также основной деятельностью для них является обеспечение безопасности беларусам. Они поддерживают очень много оппозиционных ботов, каких-то каналов коммуникации для многих оппозиционных групп, то есть это безопасная коммуникация с людьми на земле. Также они защищают, естественно, данные серверов, точнее, данные, которые сохранены на безопасных серверах. Ну и, конечно, они публикуют информацию о карателе, о тех людях, которые совершили преступления против белорусского народа. Это тоже важный шаг – показать белорусам о том, какие люди работают на режим, как они принимают решения, что они вообще считают и думают по поводу белорусов. За весь период существования и работных активистов какие бы вы наиболее успешные акции назвали? Какие основные успехи за время деятельности? Наверное, из недавнего я бы назвала самую успешную акцию «На железной дороге», безусловно, потому что сейчас идет война, умирают люди, умирают дети в Украине. И было, наверное, максимально важным помочь украинцам и остановить движение российских поездов, чтобы они не могли построить нормальную логистику и продолжать нападение на Киев. То есть это, наверное, из последних, такая самая основная акция. Это была очень тяжелая акция, на самом деле. Расскажите детали. Очень интересно узнать именно конкретно о ролике «Бе-партизан» в этой рельсовой войне. Смотрите, белорусская железная дорога являлась таким важным фокусом и важной целью для всего движения сопротива. То есть обсуждение о том, как можно наносить ущерб, почему эта инфраструктура важна, почему важно показать, что Лукашенко – это ненадежный партнер не только для белорусов, но и для других стран, которые используют территорию Беларуси для передвижения груза, для логистики, по факту. Поэтому они это начали обсуждать еще в 21-м году. Были атаки от черных буслов, от буслелетять группы на территории Беларуси, я имею в виду на железной дороге. И кибер-партизаны начали пытаться проникнуть в систему еще осенью 21-го года. В декабре произошла первая атака. Она была не публичной. Кибер-партизанам было важно понять, вообще, как это реагируют сотрудники внутри, что будет происходить, как они будут это чинить, и вообще, какая будет реакция. После ввода российских войск на территорию Беларуси в январе 22-го года произошла вторая атака, которая уже стала публичной. Кибер-партизанам было важно показать, что беларусы против возможной оккупации территории Беларуси, что они против нахождения российских войск на территории Беларуси. Эта атака была скорее на коммерческие поезда, потому что кибер-партизаны в тот момент не знали, например, как атаковать сигнальную систему, как атаковать автоматизированную систему, потому что это могло привести к каким-то экстремальным ситуациям и как-то повлиять на обычных жителей, обычных граждан. Поэтому они решили атаковать вот эти коммерческие, точнее, поезда, удалить бэкапы, удалить системы, чтобы не было документации, например, по поводу этих коммерческих поездов, и тем самым, может быть, не напрямую, но повлиять на движение российских военных поездов. Значит, на тот момент у них произошел также разговор с людьми, которые работали раньше на Беларусской ЖД, которые проконсультировали их, объяснили, что нужно атаковать, что можно отключать, например, чтобы не повлиять на жизнь обычных граждан. Когда началась война, произошли уже третьи-четвертые атаки, которые на два дня полностью вырубили систему автоматики. Ну, система автоматики, она отвечает, например, за переключение светофора, за движение стрелок. То есть когда поезд подъезжает на определенный участок, чтобы понять, куда ехать, как ехать, он смотрит, естественно, либо на светофор, либо на стрелки. Вот эта система не работала, что, конечно, очень опасно. То есть людям физически либо нужно было идти туда и это все делать, показывать. Людям приходилось рассчитывать вообще, как поезда будут идти, потому что очень же много вагонов отцепляется, расцепляется, прицепляются новые. А вот это все раньше происходило автоматизировано, естественно, там на протяжении уже скольких лет, 10-20. А когда отрубается вот эта автоматика, это приходится делать опять-таки на бумажке. Таких специалистов не хватает на БелЖД, вообще специалистов не хватает в целом на БелЖД, особенно после 20-го года репрессий. Поэтому было опасно для российского режима использовать БелЖД. Конечно же, партизаны на земле также очень помогли. Это создало дополнительный эффект, потому что эти атаки тоже произошли на релейные шкафы, в то же время киберпартизаны атаковали киберсистему белорусской ЖД. Поэтому в совокупности этих факторов показало российскому режиму, что это очень опасно использовать БелЖД для перевозки. Они попытались использовать либо коммерческие поезда, либо специальные полувагоны, потому что знали, что, например, киберпартизаны не будут атаковать. Для киберпартизан есть определенные красные линии, у них есть своя этика, и самое главное правило — не влиять на жизнь, как я уже говорила, обычных граждан. Поэтому русские воспользовались этим, генералу, кто отвечает за перевозку грузов и людей. Но, тем не менее, все равно не получилось установить нормальной логистики. То есть на войне нужно очень много новых танков, ракеты, особенно солярки, бензина. Это очень много съедает любая вообще машина, любой танк. Очень много съедает бензина. Поэтому все время, постоянно-постоянно с новой, нужно привозить больше груза, привозить в том числе людей, медицинской какой-то защиты, еды в том числе. И это не удалось установить. Логистику не удалось построить в Беларуси. Соответственно, это одна из причин, почему они решили перестать нападение на Киев, на города вокруг Киева, деревни, поселки и так далее. Потому что это просто стало невозможным с логистической точки зрения в том числе. А что побуждает людей из Беларуси сливать данные? Вы говорили, что в частности бывшие сотрудники Белорусской железнодороги подсказывали, консультировали, что можно отключать, как это все действует и так далее. Вот что побуждает людей таким образом содействовать, партизанить? Ну, я думаю, мотивация у всех одна. Это смена кровавого режима, смена режима Лукашенко. И люди просто участвуют и делают все возможное для того, чтобы приблизить эту победу. Мы поняли, что, например, мирным путем это не получите сделать, не получилось в 2020 году. Не получается в открытую противостоять тому насилию, который режим оказывает на граждан Беларуси. Приходите, используют свой интеллект, ум, навыки. Наверное, какую-то даже где-то хитрость для того, чтобы противостоять этому режиму. Это тяжело. И люди готовы сейчас на очень многое. Люди даже на территории Беларуси, как мы видели, готовы на очень многое, чтобы противостоять режиму, потому что никто ничего не простил, никто ничего не забыл. Это самое важное, я думаю, что у белорусских граждан это понимание. Даже если какие-то акции притихли или улица притихла, люди ничего не забыли. Это мы видим. Мы видим, потому как пытаются как-то помочь вообще любыми способами, даже если это простая информация, хотя никакая информация не бывает простой, все всегда очень важно. Очень много людей пишут, даже слова поддержки, это уже много чего стоит в том числе. Поэтому мы чувствуем огромную поддержку, огромную помощь со стороны белорусского народа. Я боюсь, что даже слова поддержки в адрес бота Киберпартизан тоже, наверное, довольно опасный шаг в нынешних условиях в Беларуси. Как вам удается защищать информантов? Смотрите, это самое, наверное, важное, что мы всегда проговариваем. Это то, что, наверное... Ну, не наверное, то, что лучше себя никто не защитит самого себя. Правильно? То есть люди должны очень ответственно относиться по поводу своей безопасности. Киберпартизаны публикуют инструкции обычно, например, как создать фейковый аккаунт в Телеграме, как использовать VPN, какое лучше сохранить VPN, скачать и сохранить, и установить. Как пользоваться партизанским телеграммом, например? Партизанские телеграммами — это определенный функционал, который был очень полезен гражданам Беларуси, например. Мы знаем, что людей задерживают просто за то, что там рандомные проверили телефон в транспорте, увидели, что они подписаны на какие-то экстремистские каналы, экстремистские, либо переписываются со своими знакомыми, критикуют режим. И их просто забирают только из-за того, что вот они там читают информацию. И для того, чтобы этого не происходило, киберпартизаны разработали партизанский телеграмм, где можно поставить специальный код, при вводе которого, например, удаляется чат, или происходит отписка от вот этих каналов, то есть нужно заранее пометить. То есть существуют определенные шаги, которые люди должны предпринять. Это не значит, что там киберпартизаны могут создать магический интернет или магический сайт, куда там люди заходят, и все безопасно. Конечно, нет, это невозможно. Нужно брать на себя ответственность по поводу своей безопасности. Опять же, вся информация есть у киберпартизан. Если какие-то вопросы или, например, что-то непонятно, всегда можно написать на бот. Мы всегда объясним, потому что мы понимаем, насколько важна сейчас кибербезопасность в Беларуси. Поэтому, конечно, самое первое, самое важное, это чтобы люди об этом задумались. Зашли в интернет, зашли, почитали, скачали и установили. Но, возможно, безопасно общаться в интернете, даже внутри Беларуси. Мы это видим, нам приходит каждый день сообщение от людей, которые находятся в Беларуси. То есть главное об этом беспокоиться, главное следовать определенным шагам. Каждый человек оставляет в сети определенные следы. Вот интересно, например, вот мы сейчас общаемся, я вам отправила линк, у нас конференция, насколько это небезопасно, что обо мне уже могут выяснить киберпартизаны. И вообще в целом, как можно обезопасить себя от слежки в сети? Ну да, нужно скачать, лучше всего скачать VPN. То есть, и причем не бесплатный VPN, который, например, собирает информацию или разработан какими-то российскими спецслужбами, что мы видели и замечали. Например, платный VPN, который как бы там не супердорогой, я думаю, в целом может себе среднестатистически даже белорус там себе позволить. То есть, есть варианты бесплатного VPN, просто, который не разработан российскими спецслужбами, но там нужно посидеть, почитать и выбрать. То есть, киберпартизаны на канале дают также советы, какой VPN лучше, например, который они проверили. потом нужно создавать, конечно, там ID, да, то есть, зарегистрировать, например, номер можно, можно взять это в Google, например, они дают бесплатные номера и на этот номер зарегистрировать Telegram-канал, чтобы он не был в базе данных мобильных операторов, например. Конечно, интернет оставляет очень много следов, но есть возможность того, чтобы себя обезопасить. Например, вам, не находящиеся в Беларуси, можно не очень сильно, да, волноваться по этому поводу. То есть, то, что вы присылаете ссылку, конечно же, там, я не буду ее присылать никому, там, не гиперпартизанам последнее, что им будет интересно, там, проверить человека или журналиста, который будет прислать моему ссылки. Но при этом, еще раз повторяю, безопасность превыше всего, пользуйтесь VPN-ом, пользуйтесь фейковыми аккаунтами, пользуйтесь инкогнито, когда вы тоже в поисковике делаете, то есть, лишний раз лучше перебдеть, чем недобдеть, поэтому такой совет, скорее, безопасность. Ирина, а какие-то слабые места удалось нащупать в безопасности, собственно, белорусского режима? Конечно, все атаки киберпартизан показали, насколько неэффективен режим, насколько режим не заботился о защите граждан, насколько он не заботился не только о защите граждан, но и также о защите государственных компаний, ключевой инфраструктуры, как БелЖД. Они не вкладывали ни ресурсы, ни людей, ни знания в защиту, в киберзащиту, в программное обеспечение, например, киберпартизан увидели, что там в БелЖД до сих пор используется Windows XP, что вообще считается очень неэффективным, очень даже опасным видом, не знаю, попытки защитить или даже использовать такое программное обеспечение для работы, для функционирования вообще системы. Поэтому, конечно, это был огромнейший шок для киберпартизан, что настолько некорректно режим работает в этой сфере, но это, наверное, неудивительно, потому что Лукашенко предпочитает лояльность, а не профессионализм. Люди на местах также предпочитают лояльность, а не профессионализм. И это, наверное, слабость таких режимов, как Лукашенко. Мы видим даже, что вот в Российской Федерации всегда думали, что у них там самая сильная армия, самая сильная активиста, у них активисты, точнее, хакеры. И мы видим результат, наверное, и вот коррупции, и вот непонимание, как системы работают. И сейчас, то есть люди думают, что это очень сверхсильная система, но когда происходит вот эта иерархия полнейшая, подчинение непрофессионалам и коррупции, это приносит свои результаты. Это принесло, конечно, свои результаты. Беларусь, у которых вообще нету достаточных финансовых ресурсов, чтобы иногда просто как-то пытаться заткнуть дыры с помощью денежного ресурса или каких-то там коррупционных схем на это просто не хватает. Например, как это хватает в России, то есть Беларусь еще даже хуже. Но это, конечно, мы видим последствия. Какие партизаны с кем-то еще сотрудничают, с какими-то другими активистами по всему миру или действуют самостоятельно? Конечно, в основном действуют самостоятельно в плане атаки на Беларусь. Это происходит руками только киберпартизан, но с началом войны они активно общаются с украинскими активистами, они предоставляют данные, информацию, доступы, какие-то, наверное, советы, потому что у них довольно долгая уже обширная деятельность, рассказывают о ошибках, рассказывают о возможностях, потому что в какой-то степени система, например, Беларуси не похожа на систему России, то есть это все равно очень полезная информация. Поэтому чем могут, конечно, они делятся с другими активистами, в особенности из Украины, но тут тоже, конечно, тяжело, потому что не всех можно верифицировать, не всегда можно понять, например, что это тот самый человек, который обращается из этой группы, то есть это происходит через какую-то систему, не знаю, тестирую пожатия и так далее, ну и там есть определенный протокол о том, как киберпартизаны выбирают с кем работать и доверять людям, которые обращаются к ним. А с какими-то официальными структурами украинскими, например, сотрудничаете или нет? Например, СБУ или... Киберпартизаны предоставляют им информацию, которая интересна и важна, они либо напрямую это иногда происходит, либо через батальон Костяся Калиновского, они им дают информацию, которую там запросили, там же передают в нужный штаб, то есть это такая точечная, важная информация, это не просто, допустим, сбора о том, что вообще в целом происходит в Беларуси, а, допустим, есть определенный вопрос, определенное географическое положение, где там, например, находятся российские войска, либо, например, белорусские солдаты, и вот именно вот по таким точечным вопросам киберпартизаны собирают информацию и потом уже направляют ее в штаб, который запросил данные. Что связывает киберпартизан с батальоном Костяся Калиновского? Есть ли там кто-то из людей, которому вы доверяете конкретно, или тоже происходит такое же абстрактное общение? Ну, смотрите, киберпартизаны активно помогают батальону Костяся Калиновского. В первую очередь это помощь пробивки людей, то есть происходит, когда люди направляют, но хотят волонтерить и хотят вступить в батальон Костяся Калиновского, они там заполняют определенную форму, и вот их данные потом уже пробивают киберпартизан. Таким способом отселось, например, около четырех агентов спецслужб, которые пытались попасть в батальон Костяся Калиновского, поэтому эта проверка достаточно серьезная и эффективная, как оказалось. И с начала войны России против Украины было очень много различных акций, например, я имею в дух активистов, например, это и группа Anonymous, и мы все помним, когда вместо телевещания в интернете в России какая-то появлялась информация о войне в Украине, или, например, какие-то сайты официальных российских ведомств были заблокированы. Как вы оцениваете эти акции? Они носят просто символический характер или действительно как-то подрывают работу вот тех органов, которые причастны к этой войне? Мы считаем, что даже символические акции, они все равно важны. Это привлекает внимание к проблеме, это, например, показывает людям, которые используют эти сайты, о том, что вообще там происходит. Может быть, конечно, это не настолько эффективно, как были атаки киберпартизан, но даже киберпартизаны начинали с чего-то более маленького и символичного. Не стоит забывать, что их первая атака была атака на белорусское телевидение в интернете. Они показывали клипы людей, которые были избиты ОМОНом на мирных протестах. Это вот именно в тот момент вообще киберпартизаны сформировались и вот через такой символический атаки, которые тоже имели важный характер и важное значение для группы и для белорусов в том числе. Юлиана, ну в завершении я задам вопрос. Вы в самом начале говорили уже, что не сразу согласились на сотрудничество и было даже страшно. Конечно. Из всех киберпартизан, по сути, вы единственная, кто под своим реальным именем открыто работает и представляет активистов. Страшно ли вам? Наверное, я бы не хотела комментировать и отвечать на этот вопрос, потому что ну да, конечно, страшно, но, допустим, ни с кем не общаюсь на эту тему, вообще никак, чтобы не подвергать риску людей. Поэтому, поэтому, наверное, вот, ну вот так, да, получается. Конечно, всегда есть риск, есть риск и у меня. Люди, которые вообще в Беларуси рискуют еще намного больше, которые активно сопротивляются режиму на территории Беларуси, ну, наверное, это вот цена за свободу, если не продолжить бороться, если не противостоять диктатору, то он выиграет, конечно. Это же не только даже выигрыш для него. В Беларуси диктаторы такие, люди, которые пытаются распространить свое влияние на другие страны, как мы сейчас видим, что пытаются сделать Путин. Наверное, у меня такая позиция, что иногда просто не будет, в один момент возможно не оказаться места, куда можно будет убежать, где можно безопасно жить. диктаторы тоже строят свои коалиции, они тоже пытаются там как-то, ну, не захватить может весь мир, но, кто знает, есть там большие амбиции, потому что, конечно, чем больше стран тебя поддерживают, тем больше вероятность того, что ты останешься в власти. Поэтому, наверное, это определенный риск существует, он большой, но мы боремся за то, что мы верим, и мы пытаемся построить безопасное будущее для себя, для белорусов и для других жителей в регионе в том числе. Насколько долгосрочный план борьбы киберпартизан прописан у вас в манифесте? Значит, борьба будет продолжаться, пока режим полностью не уничтожен в Беларуси. Наверное, это тоже будет, конечно, влиять на то, что происходит в России, или наоборот, то, что происходит в России будет тоже влиять на то, что происходит у нас в Беларуси. В этом плане тактически, конечно, гиберпартизаны максимально поддерживают украинцев, поддерживают волонтеров, белорусских героев, добровольцев, которые сейчас своими жизнями рискуют напрямую, защищая независимость Украины и тем самым защищая независимость в Беларуси. Поэтому киберпартизаны намерены продолжать свою работу, пока режим не снесен, пока не произведены иллюстрации, пока общество не консолидируется и не начнет строить демократию, правовое государство с независимыми институтами. Спасибо вам большое. Всего доброго и успехов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...